Вы слушаете Радио Болтком. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжим нашу беседу на тему того, как мы будем жить, когда пандемия закончится. Она, конечно же, несомненно, закончится. Это вопрос нескольких месяцев. И я думаю, что даже несмотря на какие-то технические задержки в производстве вакцины, несмотря на какие-то технические и логистические проблемы в процессе вакцинации, все это закончится, допустим, в рамках этого года. Это очень, скажем, пессимистический сценарий. Но я думаю, что нам давным-давно пора возвращаться хотя бы в нашем сознании, ментально, или, может быть, даже в области планирования политики, к периоду после окончания этого положения, этой ситуации. И я думаю, что нам нужно вернуться к тем темам и заданиям, которые наше общество целиком, не только политическая элита и партии, но и общество как таковое, не решили или не решали. Я думаю, что многие проблемы в латвийском обществе напоминают то, как маленькие дети, которые, может быть, еще не приучены к порядку, пытаются забросать максимально быстро всю одежду в шкаф и быстренько захлопнуть двери так, чтобы одежда, которая не была сложена, естественно, которая обречена на то, чтобы выкатиться или выпасть обратно, этого не сделает. То есть быстренько прикрыть шкаф и сделать вид, что так и было. Не заметить, игнорировать, умолчать, пройти мимо. Все эти эпитеты во многом могут описать латвийское общество и до пандемии. Я бы хотел сегодня посвятить вопрос тому, а что такое латвийская нация или латвийский народ. Мы находим это понятие и в Конституции Латвии. Конституция, которая является основным законом государства, правового демократического государства, несет в себе, конечно же, и довольно интенсивную, мощную, эмоциональную и символическую нагрузку. Это, условно говоря, документ, который закрепляет представление нации о самой себе. Так вот вопрос, о какой нации? Когда мы с вами работали в режиме студии, к чему мы, я надеюсь, вернемся вскоре, мы в рамках дискуссии, когда вы звонили и задавали свои вопросы или комментировали, что для меня всегда очень ценно, нередко звучали в ваших репликах и обиды по поводу этнической политики, по поводу политики интеграции. Нередко, буквально через каждый второй звонок, я слышал историю негражданина или историю того, скажем, историю, которая начиналась фразой «Я родился в Латвии, но я не гражданин или не граждан». И далее шли конкретные версии одного и того же рассказа, которые, в принципе, отражают ту тяжелую, сложную, очень запутанную историю Латвии 20-го столетия. Историю, где одна правда идёт стеной на другую, одна правда не слышит другую, и у каждого своя правда, которая претендует на истину. Как мы знаем, истина рождается в споре, а именно спора у нас нет. Латвийская политическая культура очень монологична. Это монолог отдельной партии, это монолог какой-то этнической группы, неважно, этническое ли большинство, или конкретные меньшинства. Это монолог, который не подразумевает возможности услышать версию другого. Версия другого — это всегда вызов. И давайте будем откровенны сами с собой. Не хочется слушать другую версию. Она тяжела, непонятна, неприемлема, там можно услышать о себе самом что-то неприятное. Я думаю, что так или иначе, но латвийское общество именно к диалогу, к многоголосью, к полифонии не привыкло. И это чувствуется, по сути дела, на всех уровнях политики. И речь не идёт только о отношении коалиции к партиям в оппозиции, будь то правительство или Рижская дума. Речь не идёт только о этнической политике. Речь идёт, по сути дела, о том, что латвийское общество к присутствию другого, с большой буквы «Д», не привыкло и привыкать пока не собирается. Я думаю, что именно поэтому то, о чём мы говорили с вами несколько недель назад, почему в Латвии зябка в переносном смысле, не о климате речь идёт, не о температуре воздуха весной, а именно об ощущении того, как мы себя чувствуем в этом обществе. И каждый из нас может чувствовать это ощущение по-разному. А зябнуть можно от того, что тебя не принимают, не принимая тебя по разным категориям, по разным причинам, будь то этническое, религиозное происхождение, сексуальная ориентация, социальный статус, может быть, состояние здоровья и так далее. Или, допустим, просто-напросто другие политические воззрения или интерпретация и представление об истории. Понятно, что в современном мире, где поток информации огромен и он очень интенсивен, он настоящая лавина, мы во многом теряемся и не понимаем, ну а где же правильное? Я думаю, что хорошая и плохая новость одновременно, то, что, наверное, всё-таки, несмотря на то, что правильное всё-таки существует с точки зрения правовой и этической, то правильное в восприятии мира в наших собственных версиях или правильное в смысле того, как жить, во многом рассыпалось, возможно, растворилось и исчезло. Его, возможно, смыл огромный поток глобализации и того, что на нас обрушивается каждый день миллион новых версий того, как можно жить. А хочется знать, как нужно жить или как нужно было бы, чтобы было хорошо, понятно, чётко, ясно и спокойно. Так вот, все эти перечисленные мною ощущения, увы, я думаю, исчезли безвозвратно. Несколько лет назад ушёл из жизни один очень интересный британский социолог и культуролог Зигмунд Бауман. Он многое претерпел от советского режима. Он эмигрировал в Великобританию из Польши, если я не ошибаюсь, и в небольшом провинциальном университете Великобритании продолжал преподавать и писать книги. Многое переведено на русский язык, и он ввёл понятие так называемой текучей современности. Поток как раз есть то, что, возможно, мы ощущаем сейчас каждый день. Это поток новостей, поток услуг, поток новых функций, это интернетный поток, это поток общения с нашими родственниками, близкими, друзьями в соцсетях. Это целый ряд потоков, это определённая магистраль. И магистраль — это скоростная, несомненно. И Зигмунд Бауман говорил о том, что культура, которая нас вокруг, скажем, создаёт, придаёт нам какие-то формы, даёт нам значение, объясняет нам реальность. Культура — это принимает формы сада. Он считает, что человека можно, наверное, сравнить с садовником. Садовником, который возделывает определённый участок сада, но очень важно понять, что такое сад. И в его представлениях это был один из тех социологов, который умел выражаться аллегорично, красиво используя литературные формы, сравнения. Думал он очень образно и ярко. Так вот, он считает, что сад — это так или иначе не только красивое место с красивыми растениями, но это ещё пространство, которое обнесено забором. И забор в какой-то степени, если мы говорим о символике этого места, забор отделяет одно пространство от другого. Согласитесь, в латвийском обществе довольно много заборов, которые мы либо строим сами, либо кто-то нам их навязывает, мы их принимаем, потому что нам кажется, что за забором нашей стороне хорошо и спокойно, или, по крайней мере, должно было бы быть так, а та вторая сторона, мы её слышать не хотим, видеть уже не видим из-за высокого забора, ну и, естественно, приписываем ей всевозможные, скажем, негативные характеристики. Хорошо помним пословицу «не так страшен чёрт, как его молюют». Нам всё время молюют новых чертей, и нередко они видны как раз на нашей стороне стены, поэтому многие из нас каким-то образом открывают свой слух и внимание тем партиям, политическим объединениям и отдельным, скажем, политикам, популистам, которые постоянно хотят держать нас в состоянии испуганного ребёнка перед тем, как его ложат спать, но перед этим рассказав страшную сказку о другом. И это другое у нас постоянно увеличивается в списке. Это для латышского населения русскоязычные, для русскоязычного, возможно, это латыши, это беженцы, это мигранты, гастарбайтеры, продавцы кебабов и так далее, и так далее. Список может расти. Это феминистки, это сексуальные меньшинства, это мусульмане и так далее, и так далее. То есть, иными словами, если мы начнём создавать этот список, то список этот будет огромным и остановиться очень тяжело. Туда же можно привнести и людей разных других этнических групп и вероисповеданий. Так появляется антисемитизм, античагонизм и так далее, и так далее, и так далее. Иными словами, разве что только, наверное, против продавцов мороженого летом никто не возражает. Хотя, наверняка, осенью, и они могут кого-то раздражать, и мог быть внесены в список чужого. Признаюсь вам, во время дискуссии с моими студентами в рамках курса межкультурного общения мы, конечно же, затрагиваем темы стереотипов и говорим об этнической интеграции. Вчера уже в разговоре с редактором радиоболтком господином Пеккой мы говорили о том, что язык — это всегда доступ к какому-то новому пространству. Я вижу, что мои русскоязычные студенты в университете вполне овладели латышским языком и чувствуют себя очень комфортно. Но всегда можно задать вопрос, а каким будет текст, каково будет сообщение со стороны политиков на языке, которым эти ребята овладели, который они выучили, и на котором они свободно могут общаться. И здесь начинается главная проблема. Как раз возвращаясь к СААДу, к латвийской конституции и к понятию латвийской нации. На время опять заглянем в книги Зигмунда Баумана. Возвращаемся в тот самый САД за забором. Так вот, этот забор, конечно же, несёт и охранительную функцию, например, охранять от животных, которые могут что-то вытоптать, охранять, может быть, от людей. Но САД — это всегда и что-то, что исключается из него. И опять же, продолжая подобные, скажем, идеи рассказа о САДе, Зигмунд Бауман упоминал о том, что кто-то решает, а именно САДОВНИК, что такое культивированное растение, а что такое САРНЯК. Ведь САРНЯК — это тоже может быть очень красивым растением. Например, некоторые британские сады, которым не удалось видеть во время коротких поездок, во время работы над книгами, в этих садах всё больше и больше в моду входят именно САРНЯКИ. То есть все те растения, которые раньше или, может быть, до сих пор мы жестоко уничтожаем, вырываем с корнем на наших приусадебных участках, если таковые у нас есть. Мы ведём с ними постоянную борьбу. Так вот, вести борьбу с кем-то или с чем-то означает каким-то образом, наверное, утвердить какой-то негативный статус. Иными словами, САРНЯК сам по себе на свет не появляется с надписью «Я САРНЯК». САРНЯК — это в какой-то степени то, что мы кому-то или чему-то даём, присуждаем. Может быть, лепим ярлыки. Может быть, кого-то наказываем и исключаем, обзывая САРНЯКОМ в переносном смысле. Потому что мы хорошо помним, что в различных тоталитарных идеологиях слово «САРНЯК» использовалось и используется как аллегория чего-то, что не нужно, опасно, может испортить красиво созданную клумбу, может внести беспорядок, хаос и является источником опасности. Так вот, Зигмунд Бауман говорит о том, что человек или власть, или люди, которые власть держат в своих руках, политическая элита, они так или иначе функционируют как раз как подобные садовники. И хотя культура — это, конечно же, и приглашать, и включать, но культура подразумевает и исключать, маргинализировать, выставлять за дверь, забывать и наказывать. Поэтому в культуре всё то, что мы ассоциируем со светлым, красивым, мудрым, сложным или просто прекрасным, искусство, науки, литература, всё это может нести в себе зародыш и потенциал исключения и маргинализации. Если мы говорим о литературе, давайте вспомним, что называются такие литературные формы феминизма, когда женское начало в литературе было, если мы говорим об авторах, во многом странным и чем-то неприемлемым. И целый ряд европейских писательниц должны были скрывать свою женскую сущность за мужскими псевдонимами, потому что писать роман было, условно говоря, не женское дело. Естественно, даже такие представления — это всегда представления тех же садовников, которые решают, что культивированное растение, а что упомянутый мной сорняк. Вернёмся в Латвию. Каким выглядит наш сад? Ну, я думаю, что он действительно напоминает скорее лабиринт, чем сад. Лабиринт из высоких заборов, заборов, которые не подразумевают каких-то стрелок входа, но пытаются водить нас, возможно, по кругу, потому что мы постоянно с удовольствием наступаем на грабли, оставленные садовниками. Садовниками разных партий и политических убеждений. Неважно, кто занимает ведущие места в Рижской Думе или в парламенте. Неважно, каковы результаты выборов. В Латвийском обществе на протяжении последних трёх десятилетий, на протяжении, по сути дела, всего опыта обновлённого или восстановленного парламентаризма, начиная с 1993 года, мы видим одну и ту же ситуацию, один и тот же ландшафт. Это этническое разделение, которое проходит, капсулируется, скажем, утверждается и навязывается с помощью разрозненной истории XX века. В этом столетии, я имею в виду в ушедшем столетии, все мы пострадали. Интересно то, что мои коллеги, учёные-социологи из различных высших учебных заведений и аналитических институтов проводили и проводят очень интересные и довольно репрезентативные социальные опросы, которые показывают то, что состояние или ощущение того, что все мы, вне зависимости от этнического происхождения, являемся жертвами Второй мировой войны, жертвами тоталитарных режимов и ситуаций после войны, а эта ситуация и восприятие её усиливается. Иными словами, у людей есть нечто общее, а именно ощущение травмы, ощущение жертвы. Немножко остановимся на теме жертвы. Это очень важный момент, который указывает на нашу способность или неспособность увидеть в другом жертвам. Этот другой тоже страдает. Страдает мусульманина того, что боятся немусульмане и того, что, например, где-нибудь в городе возникнет мечеть. Мечеть ничем, по сути своей, не отличается от католического, православного или протестантского храма или собора. Это дом, где происходит богослужение ритуализированное, где мусульманин ведёт диалог со своим высшим существом, с существами, текстами, которые объясняют его существование на этой земле с точки зрения религии. Это пророки, это боги и так далее. У каждого, что называется, свой храм. Но почему-то очень быстро происходят протесты, пишутся петиции, собираются подписи, устраиваются пикеты против того, чтобы где-нибудь в городском пространстве в Восточной Европе появилась мечеть. В Берлине, где я довольно часто бываю, мечеть является результатом длительной работы всего общества над принятием другого. Это не появляется сразу. Я не собираюсь здесь сейчас с кафедры или с Амвона рассказывать вам, как правильно жить. Во-первых, я этого не знаю. Скорее всего, я этого никогда не узнаю. И я думаю, что просто то ощущение именно как бы как вот Розенов говорил о том, что душа зябла. Это ощущение, я думаю, появляется у многих из нас, когда мы слышим поток негатива со стороны политической элиты о русских, о геях, о женщинах, одиноких матерях, о феминистках и так далее. Когда мы говорим о Стамбульской конвенции, когда мы говорим о правах на партнёрские отношения, когда мы говорим об элементарных темах, например, дискриминация по возрастным категориям или здоровье и так далее, и так далее. Всё то, что заставляет человека, либо индивида, либо группу чувствовать себя второсортными, ненужными изгоями. Нам всем нужно тепло. И не только потому, что за окном когда-то должна наступить наконец весна, и даже наша программа может быть когда-нибудь поменяет свой джингл, а может быть условно говоря наступила оттепель или копель или ещё что-нибудь такое поэтическое, но обязательно тёплое, лёгкое и светлое, что-то, что может согреть хотя бы на полчаса, когда в колодце восьми или пятнадцатых домах появляется немножко солнца. Пока же мы всё ещё находимся в разгаре зимы, ещё даже февральских вьюг не было, да и март у нас довольно холодный, но в переносном смысле нам всё ещё холодно и, мне кажется, становится холоднее, потому что мы стремительно замерзаем, и поэтому движение наше сковывается холодом, холодом эмоциональным, холодом политическим, холодом социальным. Я думаю, что, с одной стороны, рекламные щиты и столбы пестрят желанием или призывом к тому, чтобы мы жертвовали, участвовали, включались, подписывали петиции и так далее. Всё это, с одной стороны, происходит. С другой стороны, я пока на данный момент почти не вижу межкультурную, межэтническую солидарность. Я уже упоминал не раз о том, что в некоторых довольно коротких, но острых дискуссиях с представителями латышской интеллектуальной среды, с некоторыми из них, я натыкаюсь на ощущение того, что моментально наклеиваются ярлыки, причём ярлыки эти создаются из, условно говоря, этнического материала, то есть те липучки, которые наклеиваются мне на лоб или, допустим, на спину, как иногда в школе друг над другом подтрунивали, может быть, уже сейчас это не происходит, но когда-то это было, наклеивая какие-нибудь, я не знаю, не очень ласковые слова или какие-то странные фразы или, может быть, обзывали кого-то, то мы наклеиваем эти ярлыки, созданные они как раз из этнического материала, из материала этнической разрозненности, которая существует в латвийском обществе. А если существует одна трещина, то, конечно же, рядом с ней будут и другие. Ну и понятное дело, что и социальный климат, где довольно много холода, влаги и малосоциальной взаимопомощи и солидарности, то трещины эти, конечно же, замерзая, будут расширяться. Тем самым, если мы проводим аналогии с тем, как, допустим, реагируют на подобные влияния дерева или другие материалы, мы видим, что мы испещрены, скажем, трещинами и морщинами. Именно поэтому нам, возможно, неуютно. Именно поэтому продолжает происходить этническое голосование. Именно поэтому цветет и процветает правый популизм. Левого у нас нет вообще. У нас вообще ничего левого нет в политическом смысле слова. У нас есть некоторые потуги найти или не найти, а поднять брошенную маску социал-демократии и превратить ее в некоторое подобие идеологии. Это, к сожалению, не происходит, потому что современная социал-демократия, она совсем другая. И, к сожалению, нашей партии, которая претендует на левый спектр, они в какой-то степени не понимают, о чем говорят. Так вот, возвращаясь к саду, возвращаясь к солнцу и возвращаясь, возможно, к некоторой социальной оттепели, я думаю, что путь наш, конечно же, лежит по тем же самым тропам, что проходят другие страны Европы. Это, конечно же, принятие глобализации. Пока что мы упорно прячем голову в песок или, может быть, под одеялом, скажем, в такой милой, немножко, скажем, романтизированной этнографической избушке, причем этнография в негативном смысле существует как со стороны большинства, так и со стороны меньшинства. И мы лежим там под одеялом, нам вроде тепло, если не темно, и у нас есть ощущение или, скорее, иллюзия, скажем, безопасности, стабильности, в то же время мимо нас, мимо этого окошка мчится глобальный поток, очень сложный, очень противоречивый, требующий, как раз по словам Зигмунда Бауна, принятие другого. У нас нет другого пути, как понять, что наши права, наша идентичность, наше пространство и наше право существовать в нём, существовать такими, какие мы есть, не притворяясь, не пытаться скукожиться и принять форму окружающей среды, не мимикрировать, не предавать самого себя, не лгать самому себе. Эта способность зависит как раз от того, что мы должны это принять и увидеть в другом. Мы во многом, и я думаю, что это можно отнести ко всем нам, я, по крайней мере, это пытаюсь относить и к себе, мы напоминаем детей-эгоистов, которые только просят, а если не дают, то требуют, отбирают, захватывают, и так руки их уже полны своих собственных ведёрок и совочков, а мы хотим ещё и других, и мы не чувствуем того, что в наших представлениях укоренилась, мне кажется, довольно неправильная формула. Это то, что мои права должны разойтись во всю Ивановскую, во всю широкую, магистраль заполнить все улицы, все скверы, все переулки, и не оставить в этом пространстве ничего публичного, открытого для другого. Пусть сексуальное меньшинство продолжает прятаться, пусть эти люди под страхом и под гнётом осуждения будут вредить себе, создавать вокруг себя круг несчастья, обманывать, лгать, потому что их настоящими, реально существующими не хотят принять, нередко даже собственная семья. Эти люди будут угрожать себе в своей эмоциональной стабильности, своему физическому здоровью, потому что вынуждены будут прятаться, и, естественно, прячась, они будут вынуждены отдаваться потоку печали, грусти, непонимания, предательства, страха, которые будут толкать их дальше в какие-то тёмные углы. Пусть женщины, которые являются матерями-одиночками, будут слышать это неприятное и неправильное слово, укореняя в себе ощущение того, что они, согласно представлениям радикальных политиков, не являются семьями. Пусть альтернативные сценарии сосуществования людей, которые любят друг друга и хотят создать свою семью, пусть всё это в латвийском обществе будет под запретом осуждаться и будет усиливаться поток эмоционального, ну и, естественно, физического насилия. Хотим ли мы этого? Вряд ли, потому что именно это призывает зиму в душах людей. Это призывает и взращивает в нас странные, уродливые такие ростки ненависти, злобы, а от этого уже до физического насилия один шаг. Загляните в статистику того, сколько женщин в латвийском обществе подвергаются насилию. И речь даже не идёт о конкретном поле или гендере. Речь идёт о том, что все мы так или иначе вокруг нас создаём, воспроизводим, как такие каракатицы, выпрыскиваем из себя, выбрасываем чёрные потоки злобы и страха. Ясное дело, что это в нас подпитывается, это лелеется. Именно поэтому я считаю, что одна из тяжелейших проблем, которая не поднимается, потому что политическая элита не обновляется содержательно, не обновляется этически и не обновляется, скажем, с точки зрения социальной реальности, это ответственность политической элиты за разжигание межкультурной, межэтнической, межрелигиозной и так далее, и так далее, розни, напряжение, говоря уже о языке ненависти, который буквально цветёт в латвийском обществе, даже в нашем северном холодном климате. Я думаю, что наш единственный путь к тому, чтобы мы могли оттаять, это принятие другого как источник тепла, разнообразия, как другого, который нас может обогатить и не превратить нас ни в мусульманина, ни в гея, ни в цыгана, ни в еврея и далее по списку. Выбирайте любую группу или любое этническое или социальное меньшинство, которое подвергается в умах людей гонению. Да, никто никого не арестовывает на улицах, мы не в Белоруссии, мы не в России, у нас нету, условно говоря, странных диктаторских законов о так называемой гей-пропаганде и так далее, и так далее. У нас нету правильной веры или правильной одной государственной церкви или конфессии, но у нас есть что-то другое. В быту, в социальном пространстве, в политическом языке мы не принимаем этого другого. А потом, как наивные, опешившие дети, удивляемся, почему с нами другие не хотят дружить. Потому что принцип равноправия и культурного включения должен быть, по сути своей, универсальным. естественно, мы говорим о формах сосуществования взрослых, независимых, полноценных индивидов, которые обладают и правами, и обязанностями. Поэтому очень опасно считать демократию, плюрализм как бы вседозволенностью. Один из любимых аргументов правых популистов — вот тогда будет совсем кошмар, разврат, инцест и так далее. Нет, этого не будет, потому что на страже прав и безопасности человека стоит демократическое государство. Естественно, мы не говорим о каких-то тёмных формах нарушения прав человека. Естественно, насилие, будь то эмоциональное, сексуальное или физическое, недопустимо. Поэтому мы говорим о консенсусе взрослых людей в демократическом обществе о том, что всё, что не противоречит безопасности и достоинству и жизни человека, всё есть проявление коллективной или индивидуальной идентичности, включая, конечно же, вероисповедание и язык, и интерпретацию истории, значит, прошлого и другие формы. Но всё это, если мы окинем взором латвийскую политику и наше пространство, наш политический ландшафт, всё это является либо разрозненным, либо, как я уже сказал, закрытыми такими стеклянными колбами или, я не знаю, витринами, в которых кто-то упорно бьётся руками и пытается что-то сказать, но другие, которые проходят мимо галереи разнообразных культур в Латвии, неважно какого толка, видят только судорожно открытый рот, видят странную мимику, жесты, эмоции, которые нам не слышны, а потому непонятны. Именно поэтому нам необходимо открывать эти двери стеклянные, эти звуконепроницаемые, и нам нужно учиться слышать другого. Это очень-очень тяжело, сложно, долго, и никто не обещает успеха. Поэтому, в принципе, мы видим, что латвийское общество, и для меня это действительно наиболее печальный факт, скажем, негативного процесса дезинтеграции общества, что мы привыкли к разделённому обществу. В трещинах, которые когда-то нас пугали, кого-то обижали, а, может быть, заставили забыть о политическом пространстве, может быть, заставили принять гражданство другого, государство или упорно остаться негражданином, как внутренний протест. Очень многие из вас, кто звонили и общались, выказывали в своих репликах некоторые, знаете, такое обиженное, печальное, горькое франдёрство по принципу «Раз так, вот я тогда и останусь таким». Вы хотели меня создать негражданином, тогда я в этом состоянии смогу замереть. Это оборотная сторона как раз деструктивной политики нашей элиты, которая заставила людей перестать желать участвовать в латвийском обществе. Не всех, это понятно, есть молодое поколение, тоже понятно, я совсем не хочу здесь создавать такой этюд в багровых тонах или всё замазать чёрной краской. Я просто хочу сказать, что у нас есть целый ряд предпосылок для того, чтобы мы могли создать всё-таки общее пространство. У нас есть и целый ряд преград. Преграды эти растут, я уже упоминал, забор, он становится невидимым для нас всё выше и выше, всё плотнее и плотнее, скажем, ставятся доски и какие-либо просветы. Помните, наша программа Культпросвет во многом создавалась как раз как идея некоторого зазора и просвета между якобы закрытыми пространствами или двумя досками. Так вот, это пространство начинает стремительно сокращаться, и не начинает, оно уже продолжается. И мы каким-то образом, если я могу использовать это милое, такое пушистое выражение, мы окуклились и устроились в этих трещинах, как маленькие котята, которые нашли тёмное и тёплое местечко. И я думаю, что это как раз и есть большая опасность для того, чтобы мы в латвийском обществе могли услышать другого. В подобных тёмных и тёплых трещинах у каждого своя, а их много, поэтому найдётся для всех, мы перестаём слышать других, а впадаем в такую странную такую социальную и политическую дрёму, в которой мы не слышим другого, потому что, в принципе, неохота. Мы слышим себя, где-то мы там что-то бурчим себе под нос, мы недовольны, все недовольны, оказывается. И вот так вот над нашим пространством тихо раздаётся такое уютное бурчание различных маленьких групп, которые и слыхом не слыхивали, и видом не видывали другого. Не хотят они его и не будет его. Будет, потому что глобализация ворвётся, сломает двери и засовы и заполнит эти пространства другим. Будем ли мы готовы к нему, каким образом и что мы проиграем, если мы будем терять время и не будем накапливать навыков общения с другими. Об этом, я думаю, мы могли бы поговорить с вами в другой раз, когда мы снова встретимся, я очень надеюсь, в студии, и сможем обсудить, скажем, сценарии, если мы откроемся межкультурным общением, глобализации и толерантности, или сценарии, когда мы будем продолжать упорно изображать из себя людей, которые ничего не замечают и не слышат. Спасибо за то, что сегодня выслушали мои версии, выслушали моё мнение, я очень надеюсь, что вскоре уже в формате в студии я смогу услышать и ваше мнение, в том числе, конечно же, и критику того, что я представил вам сегодня в рамках нашей программы «Зима близко». Я хочу поблагодарить моего коллегу Родиона Золотарёва за обеспечение нашего столь сложного удалённого эфира, желаю вам приятных выходных, конечно же, крепкого здоровья и мы встретимся с вами через неделю. Благодарю вас и до свидания. День в день, час в час, минута в минуту.